Медаль Лобачевского Медаль получит заслуженную награду за серию научных трудов, которые наиболее сильно повлияют на развитие современной геометрии. Однако уже сегодня познакомиться с историей медали Лобачевского поближе с легкостью может каждый. На базе Института механики и математики Казанского федерального университета можно не только изучить историю вручения премии, но и открыть для себя любопытные подробности истории великого открытия Лобачевского. «Открытие Лобачевского – это, наверное, самое крупное открытие в области математики, сделанное в России, в Российской империи и затем в Советском Союзе и в России по значимости, по своему резонансу, которая в науке, в мировой науке, которая такое открытие вызвала». Здесь нетрудно убедиться, что новый вид геометрии был создан именно Николаем Лобачевским. Еще будучи студентом, он соревновался в своих знаниях с известными астрономами и даже участниками кругосветного плавания. Все это вызывало одобрение у профессоров. «Кроме того, необходимо подчеркнуть, что работа Лобачевского, они не то, что не забыты, они продолжаются. И вот одно из мест, где эта работа продолжается – это кафедра геометрии нашего института». И вот в 1826 году он делает устное заявление о своем открытии, а затем публикует несколько научных трудов на эту тему. До открытия Лобачевского мир знал только один вид геометрии – та самая евклидовая геометрия, которую мы изучаем в школе. Лобачевский доказывает, что привычная нам геометрия – далеко не единственное представление о пространстве. Нередко в западном мире данные открытия присваивают немецкому математику, механику и астроному Карлу Фридриху Гауссу. «Именно благодаря тому, что Гаусс, получив от Лобачевского сообщение о своих исследованиях Лобачевского, он сам занимавшись этой проблемой и, похоже, получивший те же результаты, что и Лобачевский, но, как говорят, не осмелившись их опубликовать, все-таки не стал бороться за какие-то приоритеты. Он признал открытие Лобачевского». Казанский федеральный университет неразрывно связан с научными достижениями великого математика. Именно поэтому старейший вуз России получил исключительное право для выручения столь престижной премии. Для наибольшей объективности присуждать награду будут специально сформированные авторитетные международные жюри. А уже его решения будут утверждаться ученым Советом КФУ. Стоит отметить, что Казанский императорский университет уже неоднократно вручал почетную награду всемирно известным математикам, как Вейль Герман, Виктор Вагнер и другим. Казанский федеральный возрождает данную традицию. И, как предполагается, вручение медали и премии будет проходить в день рождения Николая Ивановича каждые два года. Церемония награждения пройдет в конце 2017 года. А пока в течение всего года пройдет цикл мероприятий, приуроченных году Николая Лобачевского. Адель Шемилова, Ленар Довлетьяров, Универньюз.